Добрый день всем! По-моему, все пришли, кто хотел. Меня зовут Александр. Кто-то уже, наверное, знает, что я занимаюсь изучением архитектуры, которую большинству не нравится эта архитектура. Что касается Озерков, то здесь, наверное, я читал всякие чаты в интернете, знаменитый сайт CityWalls, где люди переписываются, и там, конечно, такие экстремистские, я бы даже сказал, заявления по поводу озерковской архитектуры, которая появилась в 90-е в нулевые годы, что даже иногда ты читаешь и боишься, что за это чтение не будет ли мне что-то за это. Настолько люди как-то негативно относятся к тому, что здесь делалось, ну, в основном, конечно, уже в нулевые. Что я считаю по этому поводу? Я человек, который прежде всего не оценивает эстетическую архитектуру, хотя, конечно, я в свое время учился на дизайнера, там у меня тоже есть какие-то свои эстетические воззрения, но я, как бы сказать, описыватель, я искусствовед. Которому просто интересно рассказывать про какие-то явления архитектурные, которые происходили в то или иное время. То есть я просто говорю, вот, значит, у вас тут грибок появился, здание в виде гриба, это связано с тем-то и с тем-то. Поэтому сегодня будет лекция, не то, что там красиво, некрасиво, да, фу, какая гадость, давайте это снесем, мы построим, что это, или ничего не построим, сделанный парк, да, как это любят у нас. Я просто буду вам рассказывать о том, что тогда происходило, и попытаюсь вписать это в период 90-х нулевых, и в том числе 10-х, и немножко еще нашего времени. Поговорим о том, какая архитектура сейчас. Согласитесь, да, архитектура тех же самых 90-х нулевых, она довольно сильно отличается от нынешней. Вот поговорим, что это за перемена была, и что было тогда. Я сяду, буду сидеть сегодня, а там, чтобы меня на камеру, я в лес обычно не влезаю. Ну, давайте начнем. Как вы поняли, что у меня все будет связано с одним известным фильмом, да, «Пятый элемент», наверняка кто-то смотрел. Вообще фильм вышел в 1997 году, но в России он появился попозже, ну, потому что там переводы, там, ну, про легализацию сложный вопрос в 90-е годы. Ну, у нас он стал известен, там, примерно с 98-го, как я понимаю, и дальше уже 99-й, пошло-поехало. Фильм был, ну, крайне популярен, я помню все эти цитаты, эти образы из этого фильма. Ну, и поскольку одно издание «Озерков», мы о нем поговорим где-то в середине, дождитесь, оно напрямую связано, на самом деле, с цитатой из этого фильма, об этом говорил сам архитектор, то у меня сегодня так немножко шаловливо все иллюстрировано. Конечно, пятый элемент никакого отношения не имеет именно к архитектурному образу «Озерков» в целом, но здесь будет немножко вот такой визуальной шалости, да, которую я очень люблю делать. Ну что, давайте начнем, обычно я всегда начинаю именно с этого раздела, с церквей. Почему с церквей? Почему с храмов? У меня все время даже была лекция, она называлась «Святой Копром». Да, если кто-то не знает, что такое Копром, так я, мы называем архитектуру 90-х нулевых, или капиталистический романтизм. Да, капиталистический понятно, потому что у нас плановая экономика, Советский Союз рухнул, все, наступает капитализм. Да, а романтизм, потому что мы двоечники, у нас романтизм – это романтика. Да, большинство архитекторов, с кем мы общались, кто строил вот то, что я вам сейчас буду показывать, это архитекторы вообще-то советские. Там новых имен, которые вот только-только появились, было раз-два и обчелся. Все эти архитекторы, они в 90-е нулевые отрывались после длительного советского воздержания. Они экспериментировали, они смело подходили к архитектуре, чего в советские годы не всегда позволялось. И в этом периоде важнее всего, что я часто говорю, кстати говоря, про авангард 20-х и конструктивизм, который из него вырос. Самое главное – это не игра, да, даже вот как для постмодернизма нашего 90-х нулевых характерно, или как для конструктивизма – функционализм, рационализм. Самое главное здесь – это смелость и возможность эксперимента. И именно на этой почве, когда возможности есть, когда люди себя свободно чувствуют, появляется масса всяких архитектурных направлений. Вот этот период, да, мы его обозвали капиталистический романтизм или Копром, но это, внимание, это не стиль, да, это как бы эпоха. Или кто-то нам сказал «эра, берите выше». Можно, конечно, шутить, постмодернисты это имеют в виду, такую иронию. Но для нас это прежде всего время, такое, можно сказать, время эклектики, да, в котором в это время было можно очень многое. И в этом весь кайф той эпохи. Да, то, на что мы сейчас плюемся часто – господи, тут какое-то здание в виде яйца, тут внезапно классицизм почти ампир, да, тут у нас дом с ангелом, тут у нас вообще какая-то раскорячка дома-водомерка, как его называют. Почему такая эклектика? Почему нет, ну как в Питере, любят единого стиля? А потому что, потому что это постмодерн. Тогда и не могло быть такого. Да, когда было можно все, архитекты, ну грех и грех не попробовать. Ну, давайте теперь на конкретных примерах в другую сторону пошел. Религиозное пробуждение. Что это такое было, религиозное пробуждение? В чем его интерес? Ну, как вы понимаете, ну, в целом, да, советская идеология, она была атеистичная, да. То есть, в принципе, ну, церковь и церковники подвергались гонениям. Да, были всплески, когда послабления были в послевоенный период. Считается, что в хрущевскую эпоху более-менее было, хотя на самом деле, вот баптисты, о которых мы сейчас будем говорить, в хрущевскую эпоху как раз-таки довольно сильно пострадали. Но при этом в эту же хрущевскую эпоху, можно сказать, они получают новый храм. Но тут вот интересный нюанс, да, это все еще советская эпоха, что-то вроде бы происходило, вроде бы какая-то свобода была. Тогда, да, можно говорить, что общины, например, адвентисты седьмого дня, которые тоже есть на озерках, они тоже 80-е годы, по сути, поимели свое здание в Советском Союзе. То есть, не то, что это было тотальное гонение. Но, когда появилась полная свобода, это уже в конце 80-х, когда куча разных религий и направлений, в том числе и секты, да, международный признак, пришло в Россию, уже в новую, ну, еще тогда в Советский Союз, уже потом в Россию, то вот здесь был полный, конечно, авангард. Чего там только не было, да, каких только экспериментов религиозных не проводилось над людьми. И у разных вот этих организаций появлялись в том числе свои здания и своя архитектура, что интересно. Но давайте начнем разговор сейчас еще советского времени. Вот это фотография 91-го года. Да, я так хорошо загородил вам все надписи. 91-й год. Это озерки, ну, это верхнее Суздальское озеро, на которое все в основном купаются. Смотрите, сколько людей, да. Сейчас, наверное, так даже уже и нет. Я еще в детстве помню, похожее было. И рядом тут что-то странное происходит. Мне кажется, эти люди, они там скоро умрут со смеху. Да, все, главное, на них смотрят. Что происходит? Это баптисты, да. Как мы знаем, баптистов принято креститься в зрелом возрасте, когда человек не в раннем, да, когда он ничего не знает, его покрестили, а когда он осознанно принимает эту веру. Принято крестить в зрелом возрасте. Вот, ну, можно молодежь еще крестить. В Советском Союзе, кстати, при Хрущеве, немножко вот запрещали вот молодых людей крестить, новую, да, в которые приходили. Все-таки свежая кровь, опасно может быть. И вот они ходили креститься прямо на озеро. Так, все, не хочу в другую сторону. Что дальше? Смотрите, баптисты действительно получают в озерках эту церковь. Сейчас посмотрите, почему я говорю эту. Вот, смотрите, вот это вот. Сейчас еще раз назад. Получают ее в 60-е годы. Советский Союз, 60-е годы, Хрущевская эпоха, там, ну, уже Брежневская потихоньку начинается. Внезапно, и церковь получают. А дело все в том, что до этого баптисты имели церковь в два раза больше. На Охте, там, где сейчас вот Среднеохтинский проспект, площадь советская сделана, дома, вот сейчас советская застройка 60-х годов. Вот там была их церковь. Но начались небольшие гонения, не такие, конечно, как в 30-е годы, небольшие гонения. Им говорят, съезжайте, тут мы будем все сносить. И дали им вот эту церковь, которая в два раза оказалась, ну, менее вместительной. Надо понимать, что тогда приход насчитывал сотни людей в Ленинграде. И у них даже в той церкви они уже не умещались. Люди прям стояли уже за пределами церкви. А это им совсем было тесно. Но постепенно меняется время, наступает оттепель. И 80-е годы этой церкви разрешают расшириться. Расширяют как? Расширяют очень интересным образом. Это то, что мы называем в капроме, в капиталистическом романтизме, мы это называем направлением капроментирования. Или грибок. Когда вот есть старое здание, и к старому зданию, кстати, церковь начала 20-го века, и православная, строилась как православная церковь, прирастает вот этот грибок, как дерево, прям так очень даже похоже на какой-то, вот этот вот гриб такой крупный на березе. А что это такое? Это баптистерий. В котором, ну, дом молитвы, в котором, собственно, и проводятся все религиозные ритуалы. И это действительно большое помещение. Давайте посмотрим, как оно выглядит внутри. Вот так вот. Это старые фотографии еще советского периода. И вот так выглядит переход из церкви в баптистерий. То есть довольно интересное такое вот единое помещение. Может быть, кто-то из вас там даже бывал. Это, конечно, еще советская архитектура. Вот мы смотрим на вот это все, вот на это вот, да, вот это здание. И какое-то, можно сказать, что слишком брутальное, слишком, может, даже скучное. Но тут важно понимать, что из чего эта архитектура вырастает. Уже в будущем мы увидим в эпоху Копрома, что архитектура еще выглядит по-советски скучной. Но что-то в ней уже иначе. Потому что эта архитектура новая могла появиться только в новых культурных условиях, политических условиях. И вот это очень важно. Да, расширение баптистской церкви, появление новой, не знаю, церкви адвентистов седьмого дня, именно самого здания. И это уже плоды изменений. Это плоды, когда Советский Союз рушился, и приходило новое время современной России. Ну, не знаю, как вам вот это по архитектуре строение, вот такое, да, бруталистское, советское. Но на самом-то деле здесь тоже есть намеки на постмодернизм. Не на строгий советский модернизм, рациональный, где все, как в хрущевке, все расписано до миллиметра. Здесь нет, здесь уже мы видим некую игривость, декоративность. Смотрите, как интересно решено. Окно в виде креста, да, вот так можно сказать, алтарная часть. Некий декор присутствует, согласитесь? Да, здесь вот робкая такая декоративность, она есть. Сходите, потом посмотрите. Кстати, храм строился тоже. Он строился изначально, потому что мест не хватало прихожанам, но не хватало кому? Не хватало православным прихожанам, как раз-таки в Парголовской церкви. Вот в дополнение к ней построили вот эту церковь в свое время. Изначально хотели ближе к Парголову строить, но потом, поскольку вот этот район стал активно развиваться, он в свое время был, ну, еще даже пустырями, да, то здесь построили вот эту новую церковь. Кто-то говорит, что это псевдо-русский стиль, кто-то говорит, что нео-византийский. По-моему, здесь вот из всего вот сюда набрано очень много. Ну, эклектика типичная. Что это у нас такое? Ну, кто живет в озерках, должен знать. Да, у вас тут есть организация религиозная. Я даже не знаю, я тут гуглил, вроде нет экстремистских материалов у нее, но на самом-то деле на протяжении многих лет даже российские власти находили там элементы экстремизма. Да, и до сих пор, как я понимаю, их не закрыли. Может быть, и не закроют. В чем там элементы экстремизма? На самом деле вот эта религиозная ветвь, которая, по сути, идет из индуизма, она отвергает другого. Да, там есть элементы, на самом-то деле, ксенофобии. Туда нельзя вот приглашать каких-то новых людей, которые посвящены в другую религию, там, в православие, например, в мусульманство, в ислам. То есть там надо пройти вот некий этап очистки, да, человека. Вот все это так формулируется странно, что действительно ты чувствуешь что-то там не то. Но давайте сейчас поговорим прежде всего про архитектуру. Это одна из организаций, которая приходит к нам в Россию в 90-е годы, ну, даже еще в Советский Союз. Вот 90-й год, поздний Советский Союз, приходит эта организация, но какого-то конкретного места у них не было. Кстати, вот я поражаюсь, насколько этот этап 90-й похож на этап вот перед революцией то, что было, и чуть-чуть после революции. Тоже тогда приходили активно религиозные организации в Россию, и тоже они часто кочевали с места на место, у них не было своей церкви. Вот примерно то же самое было в позднем Советском Союзе, да, типа поздней Российской империи. А потом уже активно они начинают строиться, уже, ну, после, получается, развала Советского Союза, вот такой выплеск архитектурный происходит. Это здание было сделано к 13-му году во дворе небезызвестного дома с ангелом, о нем мы чуть попозже поговорим, а в народе его называют домом без ангела, потому что там должен был быть ангел, но его не случилось. Говорят, что скульптура сгнила где-то, как это часто бывает, в подвалах. Организация эта довольно забавная, да, там, если читать их учения, вы ничего не поймете, то есть это, наверное, всю жизнь, наверное, постигать. Здесь здание выглядит довольно советское, да, то есть оно довольно банальное, я бы сказал, даже довольно безинтересное. Но тут мы видим признаки постмодернизма, что пирамидка, какой вообще уважающий себя постмодернист вообще может обойтись без пирамидки. Пирамидка в Лувре, одна из первых появилась, можно сказать, таких ярких пирамид. Это входит в джентльменский набор любого архитектора того времени. Что еще интересного здесь, помимо такой довольно скучной архитектуры, это очень зеленый участок. Туда, как говорят, ходят все местные, ну, мамы там с колясками, люди, прямо на их территорию, чтобы просто посидеть в саду. Альпийские горки. Сейчас это уже особо никого не удивит, что тут на озерках во все благоустройство идет. А еще, наверное, в 12-13 году это было вновьё, потому что тогда еще, ну, как-то не было у нас это место стало не только религиозным каким-то, а оно стало еще местом урбанистического комфорта для жителей этого района. Ну, и кто здесь живет, может быть, даже туда, скажите, никто, нет, туда не заходят посидеть, кофею попить. Закрыто в последнее время. Ну, еще вот, когда я водил здесь экскурсию два года назад, еще туда можно было спокойно пройти. Я даже видел, как там гуляли мамы с колясками. Кто у нас дальше? Немножко скучноватый, скажите, да, церкви. Все-таки вот за пределами Петербурга больше экспериментировали с религиозной архитектурой. Но это потому, что Питер у нас такой консервативный. Мне это очень нравится. Кстати, в петербуржцах у нас стараются все максимально, как бы, гладким сделать, таким нейтральным, вписать в ансамблевость, да, успокоить. С одной стороны, не получается смелых, интересных концепций архитектурных из-за этого, но с другой стороны, совершенно неповторимый облик города. Где вы еще найдете такой огромный город, где столько сохранилось исторических зданий? Да почти нигде вы в мире такого города не найдете. И в этом, мне кажется, и консервативность, то, что может быть минус, и плюс большой для Петербурга. Поэтому у нас даже какие-то такие вот нестандартные церкви, прямо скажем, они делают для себя довольно спокойные здания. Вот это прямо вписывается в Сталианс. Говорят, что здесь, на этом месте, это проспект Тереза, Морис Тереза, буквально напротив Поклонной горы, недалеко отсюда, можно пройти посмотреть, говорят, что здесь был детский сад советский. Там застройка 50-х годов такая вот она, ну, поздний Сталианс, можно так сказать. Похоже, да, вот этот Рустик, Рустовочка, линиями пошла, карнизики. Но, если честно, я не нашел ни одной фотографии, вот как этот детский сад перестроили в церковь. Хотя такое бывало. Перестраивали у нас и усадьбы, дома культуры, а потом в церкви. Перестраивали детские сады в церкви, такое есть, в Жихарево. Там детский сад Буратино, в нем церковь располагается. Такое есть. Но вот здесь я не нашел этих свидетельств. Если вы помните, как там, что там было до этого, скажите, потому что я ни одной фотографии не видел. Поэтому я даже не уверен, что здесь это сделано именно нам. Как бы из детского сада сделано. Возможно, что-то снесли и построили заново. Ну, кто такие адвентисты седьмого дня? Они любят субботу. Да, сегодняшний день. Сегодня нам надо молиться, значит. Ну, просто как бы отдыхать, так скажем. Вот так внутри это все выглядит. Очень по-модерниски. Согласитесь, опять вот этот крест. Да, как у баптистов прям. Только там у них окно световое. А здесь у нас объемный крест присутствует. Максимально просто. И тут вспомните, смотрите, вот эта церковь, она одна из первых вообще. 94-й, 97-й. В эти годы даже православные церкви еще не особо строили. Архитекторы Рейнберг и Шаров, это советские архитекторы, если что. Поэтому, если вы будете ругаться на российскую архитектуру 90-х, вот эти лихие 90-е, новые русские и так далее, какая-то архитектура старо-пошлая по сравнению с советским модернизмом, помните, что 95% этой архитектуры делали советские архитекторы, которые до этого строили модернизм. Я лично знаю таких архитекторов. Так, ну давайте дальше. Теперь храмы новой эпохи. Ну давайте на засыпку. Какие же храмы новой капитализма? Что это за храмы? Конечно, торговые центры. Потому что активно начинают строить торговый центр. И один из первых торговых центров в Петербурге, что вот именно современных, да, когда вы заходите, у вас атриум, потом магазины, бутики, пардон, да, вот за это слово пошли, открылась в Петербурге на озерках. Вот как ни странно, да, сейчас многие, ну, озерки и озерки. У нас есть множество районов, которые развиваются. Петровский остров у нас элитным считается. Но вот в 90-е, я родился в 92-м году, вот в конце 90-х, как я помню, озерки считались одним из самых элитных районов наиболее активно развивающихся. Да, здесь появлялись дома вот еще в 90-е годы, в которых квартиры были, но сейчас это даже сложно помыслить, как это в 90-е было. Студии какие-то, да, там сушилка для белья. Мы, люди, которые жили в общагах на Крестовском острове, разваливающихся. Это было что-то невообразимое. Но этот район действительно активно развивался. Здесь Выборгское шоссе, направление в сторону Финляндии, которая тогда радушно, да, всех принимала. This is fish, помните, да, покупали, ездили в магазины, это все. И вот люди возвращались и заходили в наши торговые центры. Что это такое? Это Бадабум. Архитектор, архитектурная мастерская Трофимова, они посмотрели фильм, вот как раз таки, там, 97-й год, пятый элемент, услышали вот этот, вот этот большой Бадабум, и решили сделать большой Бадабум советскому модернизму. Вот, например, кораблики, да, серия ЛГ, там номер какой-то 70-е годы. Кораблики, потому что такие длинные окна напоминают палубы корабля. Плоские такие дома, коробки, после хрущевок пришли к нам. Очень однообразные, я бы сказал, то есть очень такие строгие. Вот прям выражение советского модернизма. Четкость, утилитарность, практичность. И тут внезапно, в этот контекст, контраст, да, как мы художники это называем, вот на белом фоне внезапно желтая точка или синяя. Это летающая тарелка. Еще там американских фильмов насмотрелись, где зона номер 51, она вырезается. Она как будто застряла в этих корабликах серии ЛГ, и еще она должна вся блестеть, подавать сигналы, а это как бы из него луч, который вас захватывает в этот мир инопланетный, ну как инопланетяне, когда вас похищают. Да, и вот контраст, опять же, синего стекла тонированного, да, вот это синее тонированное стекло, это одна из скреп Копрома. Я бы сказал, один из кругов Копрома, всего их там 9 кругов на самом-то деле. И металлик, да, вот в то время вот это все, синий металлик, это было очень популярно, особенно на фоне вот этих пошарпанных корабликов, выглядело очень контрастно. Вот то, что здесь вы видите летающую тарелку, это немножко о другом. Это летающая тарелка, это логотип ночного клуба, сейчас ее уже, кстати, к сожалению, нет. Видно, что даже по мысли архитектора вот этой эскизы не было этой летающей тарелки. А еще, кто уже такой опытный в области архитектуры знает, что вообще вот когда строится ваш проект, особенно если вы архитекторы, то примерно где-то процентов 20 из него реализуют, а то и меньше. А тут, обратите внимание, почти все реализовали. Это особенность эпохи 90-х годов. Тогда были жирные заказчики, появляются вот те самые в малиновых пиджаках, новые русские, которые романтики, а не романтики. И вот они заказывали то, что они хотели. Вот здесь домов понастроили в ту эпоху, таких романтичных, очень много. То есть это, смотрите, модернизм, помните, советское, это не для личности, а это для коллектива. Модернизм, как стиль, смотрите, балхаус, конструктивизм, это для массы, да, это что-то общественное. А постмодернизм, это про частное. И тут внимание каждой частной личности отдается. И в архитектуре в том числе. Это, конечно, совершенно не обязательно, что все мы должны смотреть на изыскание, да, вот всплески этой частной личности фантазий. Ну, а что вы с этим сделаете? У него есть деньги. И он может себе позволить, да. Такие законы капитализма. Хотели, живите. Ну, немножко, да, вот этот пандус еще не реализовали. Могли бы такую красоту еще навести там. Вот так это выглядело, о, изгибчик, конечно, вот, как я люблю говорить, изгибиционизм, да, вот эти изгибы в капроме, они были очень популярны, очень любили линии. Почему кривые? Потому что советский модернизм, он в основном прямой, прямолинейный. Все вот эти вот стандартные бублики, панели квадратные, да, их называли бубликами, что посередине вырезано. А тут вот вам, знаете, как в барокко, знаете, изгиб, или как в модерне, удар бича, да, вот это вот удар бича эпохи капрома. О, какая, еще и сзади, смотрите, какая красота. Согласитесь, вот это, вот это, это передовое для 96-го года. Тогда такого, ну, тогда еще совсем робко у нас строили. Кстати, в Петербурге в основном пытались в исторические стили в то время играться. В центре там нео-модерн появлялся, нео-готик, ну, вот это все, возрождение. А тут внезапно плевок такой в лицо. А это запоздало. Это спустя 10 лет. Вот в восьмом году это уже, как мне видится, трендом не оказалось. Восьмой год в Москве уже метамодернизм строят. Там уже в Москве у них Куперхаус появляется. Такой чисто европейский, скандинавский стиль, как Икея, да, вот к нам тоже приходит Икея, и все поняли красоту наконец-то, просветились. Все лаконично, да, вот это спокойно, и тона, вот это все. В Копроме этого не было, этим не маялись тогда. Там били прямо вот по башке. Но эта эпоха другая, понимаете, это уже не модно было. И мне кажется, вот это, конечно, очень круто. Какой-то шар безумный появился, какие-то стекло. Опять этот металлик, алюкабонд, да, материал такой, пластик плюс алюминий. Но в эпоху не вписались, не модные они оказались. А для архитектора тоже важно быть модным. Просто в одежде мода, она быстрее меняется, это проще делать. Архитектуру долгие годы строят. Некоторые здания, может, только квартиру купил, тут вот в местных ЖК, по 8 лет могут строить. Поэтому с архитектурой сложнее, конечно. Смотрите, как выглядел этот проект. Похоже, согласитесь, да, тоже похоже. Но шар, и планировали его сделать таким вот, знаете, просто вот, ну как алюминиевый какой-то вот, цельнолитой. Ну, конечно же, это все невозможно было исполнить. Поэтому все это вот дробиться на сектора. Немножко пожалели, можно было в 3дмаксе все-таки побольше, да, сделать секс секторов, тогда было бы поинтереснее. Но что сделали, то сделали. И без окон не смогли обойтись. Да, поэтому вот здесь помяли проект, помяли немножко. Выглядеть он должен был более, так сказать, космически. Согласитесь, продолжение этой космической темы, пятого элемента, вот все это. Смотрите, красный, белый, можно сказать, и черный. Это традиционные цвета для конструктивизма. Опять мы в 20-е годы возвращаемся. Вообще, вот эпоха Копрома, постсоветская, в ней, на самом-то деле, как мне видится, очень много параллелей с вот ранней советской эпохой. А это здание, я называю дом Леопольд или дом Цикады. Ну, как-то, на что-то мне напоминает почему-то. Это, опять же, торговый центр, один из ранних, четвертый год. То есть, по сути, вот Бадабум, а потом вот этот наиболее яркий. Метро Озерки было построено в 88-м году. То есть, тоже, на самом деле, между ними-то не такие большие пробелы. Это там, ну, 8 лет, 6 лет, не так много. Усики, да, такие вот, глазики. Но сейчас, к сожалению, это не совсем видно. Вы должны лицезреть, когда едете с поклонной горы, вот вы так, оп, и перед вами вот это чудо. Но там дерево выросло. Вообще, некоторые деревья в городе надо срубить. Видимо, по мысли архитекторов, чтобы читалась концепция. Но, вот, опять же, в чем еще интерес? Это концепция торгового центра, который, как гриб, обрастает метро. Да, вот сейчас такое делают с Пионерской. Там делают торговый комплекс Голливуд, прости господи. Вот он, только в несколько раз больше, он вот так вот, как бы, обрастает метро Пионерскую. Где можно было, там делали прямо над метро. Да, прямо вот, сохраняла станция, но вот как на Владимирской, к примеру. Так, кстати, хотели очень многие станции изменить. К примеру, Василеостровскую. Там прям даже хочется, как будто бы, что-то поставить. Политехническую, вот тут недавно так хотели. Вроде как, опять хотят. Фрунденскую планирую, да, электросилу. То есть, эта тенденция продолжается. Торговый офисный комплекс Мехобит. Извините, никто, по-моему, не знает, что это. Может, кто-то мне подскажет? Что за Мехобит? Что это за торговый комплекс? В нем довольно интересная стилистика. Да, эта стилистика, как вы, наверное, заметили, да, некий такой, ну, что ли, такую какую-то громоздкость, да, брутальность, как бы сказали. И это все почерпнули российско-советские архитекторы от американцев, конечно же, от Майкла Грейвза. Вообще, Майкл Грейвз, это было что-то такое объектом вожделения для советских архитекторов, ну, ранних российских. Немножко не представляете, что такое Майкл Грейвз? Это постмодернист. Среди его проектов есть, например, здания, которые, колонны сделаны не в виде кариатита, люкуросов, а в виде гномов, да, из Белоснежки. Но это его, он там шалил. Вообще, Майкл Грейвз, это такие какие-то пастозные формы, огромные. Вот Портланд, посмотрите, американский город, и там какие-то призмы туда. Причем призмы не какие-то маленькие, как тут, знаете, такие робкие, а там прям 10-метровые такие вот впиваются в эти формы. То есть, очень крупные, какие-то прям несуразные, для Петербурга неприемлемые, как многие считают. Но питерские архитекторы хотели контрастов, хотели что-нибудь новенькое, да, надоела вот эта эклектика, в 90-е была сплошная эклектика в архитектуре Копрома. А нулевые позволили уже пошалить, сытые нулевые, да, как их еще называют. Поэтому появляются вот такие здания. Смотрите, это архитектор, тоже молодой, тогда еще молодой, Арсеньев. Очень крутой архитектор, обожаю его. Он, например, проектировал вот это здание, как бы сказать правильно, Хармуткани Коритас. Не знаю, как правильно расставить тут ударение. Это католическая церковь, построенная в Коломягах. Вообще, с точки зрения религии, конечно, не озерки, а Коломяги большую ценность имеют. Но поскольку там я водил и вожу отдельные экскурсии, то я в эту лекцию не стал это включать. Что у нас там есть? Мечеть. Там у нас есть еврейский центр. Там сейчас буддийский храм строит, целый комплекс. Там есть католическая церковь. Чего-то там еще есть, по-моему. Ну, то есть Коломяги, там прям все религии представлены, мировые. И там есть вот это потрясающее здание. Оно постройки 96-2001 год. По-моему, это потрясающий пример постсоветской неоготики. Да, у нас, кстати, неоготики не так много в постсоветскую эпоху строилось. Сходите, посмотрите. Это недалеко от станции детской железной дороги. По-моему, сегодня был последний день, когда они катали в этом сезоне. Там надо обойти это здание со всех сторон. Это что-то с чем-то. Потрясающая организация, которая, кстати, в 90-е активно помогала местным бедным людям. Еду раздавал. У меня знакомый есть, с которым мы вместе пишем про Копром, про эту эпоху. Вот он в детстве жил в Коломягах, и они получали пайки из еды вот от этой организации. Согласитесь, какие-то вообще-то параллели есть, по-моему. Вот некая объемность такая игривая, дробление, да, опять же, смотрите, раз-два, раз-два, как будто повторение есть. Пытается человек вернуться к тому своему гениальному проекту, снова его перерабатывает. Такой психолог такой получается. Еще что у него интересного построено? Торговый комплекс Миллер. Тоже вообще совершенно потрясающее несуразное здание. По-моему, единственное в Петербурге, которое идет, торговый центр, который идет прямо над проспектом. Причем проспектом широчайшим, одним из самых широких. И еще, например, здание, выходящее на удельный парк. Это просто такая стеклянная стена огромная, полукругом идущая. Это тоже он. У него же там, вот в этом здании, находится мастерская. Я пытался у него взять интервью, но, к сожалению, он не ответил. Почему-то. Ну ладно. Ага. И еще в озерках был сделан один из самых крупных и первых гипермаркетов петербуржских. Вообще в центре, например, там вспомнить первые крупные торговые комплексы в центре. Ну, торговый комплекс Синая. Начало нулевых. Пик даже чуть попозже. Да, то есть на озерках все было одно из самых первых. Одно из первых элитного. Вот именно элитное жилье. Первые гипермаркеты. Первые торговые центры современного типа. Окей, здесь открылся именно что первый. Есть некие нестыковки по поводу архитекторов. Поскольку, когда его крыша обрушилась, по-моему, 2011 год, знаете, да, там люди погибли. Ну, была такая большая катастрофа для района. Тогда этот проект приписывали другим архитекторам. Но потом выяснилось, что это Григорьев и партнеры. Разные окей, кстати, разные архитекторы проектировали. Что как-то странно. Они уж больно похожи друг на друга. Григорьев и партнеры это культовая архитектурная студия Петербурга. Григорьев у нас вообще-то был главным архитектором. С 13-го года по... Или с 14-го. Ну, что-то такое вот. По почти наше время. Он проектировал культовый торговый центр уже новой эпохи. Это все-таки периоды капрома, капиталистического романтизма. А новой эпохи это галерея. Галерея в самом центре. Новый формат вообще, да, такой вот именно европейский. Галерея изначально должна была быть тоже стеклянной. Но приехала Валентина Матвиенко на стройку. Сказал, это все убираем, потому что у нас тут протесты. Тут у нас это Лахта-центр, Охта-центр тогда еще. Тут у нас биржа на Васильевском острове на 24-й линии. Тоже, которую срезать пришлось на три этажа. И тут еще ваша галерея будет в самом центре стоять. Стекляшка. Давайте античные скульптуры. И, в общем, галерея, как она сейчас выглядит, она во многом провозгласила переход к новой архитектуре. Изначально у нас 90-е это эклектика, попытка подражать старым стилям. Сытые нулевые. Это стекляшки, брутализм. Майкл Грейвс, одним словом, вот этот американский архитектор. А десятые годы, это как раз-таки успокоение. Переход к метамодернизму. Который параллельно сопровождался неоклассикой. Азерки-сити. Сейчас вы поймете, почему такое название. Как поймете, будем говорить про дома. Но начнем с Макдака. Вот кадр из фильма «Пятого элемента» очередной. Реклама. А вот Макдональдс, который сейчас вкусный и точка. Но на самом деле вот это здание Макдональдса, оно уже давно не такое. Это был один из крутейших Макдаков в Петербурге. Вообще типовой. В Петербурге старались в 90-е годы и в начале нулевых строить нетиповые Макдональдсы. Вообще у меня была такая лекция, она есть на ютюбе на моем, потом порекомендую. Хорошо записана. Она называется «Блиндональдс», помните, такой был. И Макдональдс. И там я привел в пример Макдональдс России уникальный, которые были сделаны. Вот Макдональдс зашел, везде он строит не уникальные Макдональдсы. А здесь, чтобы ну как-то отметиться, показать, что мы какие-то особенные, да, это ресторан, это не какая-то забегаловка, начали делать уникальные Макдональдсы. Поэтому у нас на Звенигородской, Макдональдс на Василиостровской и многие другие делали новаторскими. Здесь наоборот типовой. Ну как он смотрелся? Вот вы с поклонной горы въезжаете и видите огромную букву «М». Под определенным градусом вот эти две дуги, они совмещались, как раз таки, когда вот вы едете с Мариса Тереза, ну даже скорее вот с Энгельса, и видите огромную светящуюся желтую букву «М». Это для меня вот воспоминания детства, это что-то с чем-то. Обожал Макдональдс, меня там отец возил в первый Макдональдс, который в старом здании на Петроградской, и вот сюда. И здесь я прям вот прям, знаете, как, это как вот в фильме, когда сейчас что-то будет, вот музыка начинается, и вот эта буква. Ну ее, к сожалению, демонтировали в рамках программы реновации Макдональдсов, которая была где-то с середины десятых годов, проходила по всей России, и заменили на новую стилистику. Ну и давайте неоклассика, да, мы же петербуржцы, ну, наверное, может кто-то не считает себя петербуржцем. А неоклассика, вообще, если вы не любите неоклассику, как говорится, вам делать нечего в Петербурге. В Петербурге, да, это как бы такой нормативный стиль, который всегда должен быть. Вот у нас сделали что-то такое, знаете, модерн, неомодерн, что-то, ну, это пошлятина, это пародия на модерн. А вот сделали что-то под классику, ну, нормально, спокойно так, да, вот классика, она нормативна, да, она вот как бы тектонически там все четко, понятно. И, если честно, мне кажется, скучноватый. Ну вот в нулевые, как раз таки, в 90-е, классику пытались сделать нескучной. Поэтому в нее добавляли элементы, такие как бы постмодернистские. Опять мы видим стеклянную пирамиду, которая заменила нам традиционный петербургский купол. Давайте с другого ракурса полюбуемся. Видим мы здесь и, ну, ампир, да, согласитесь. Причем ранний, 2002 год. Так тогда было вообще еще не принято. Вот, кстати, сейчас у нас архитектура к этому как-то стала возвращаться. Опять вот, что смотрите, ну, Ленэкспо, как там строят. Вот как-то вот Даянов там проектировал, тоже вот ампир пошел. Но тут стекло, да, не можно просто делать маленькие окна, как раньше. Надо обязательно контрасты. И надо так этим пожонглировать, что вроде бы на конкретные детали смотрите. Ну так все нормально, ну немножко преувеличено. А когда в целом думаете, мама дорогая, что тут у нас выросло? Тогда этот небоскреб считался одним из самых крутых в городе. Чуть позже появляется еще один небоскреб, который стал со шпилем вообще самым высоким жилым зданием на Пионерске уже, да. Еще один район был активного развития. И вот смотрите, что там за ним происходит. Ну, здесь, конечно, добавили этот мираж, шарик. А за ним кварталы красно-кирпичные, почти советские. Вот это элитные дома, которые одними из первых появились. Но давайте посмотрим, как этот дом выглядит. То есть это вот, если убрать башенки, ну, что-то советская скукота какая-то. Ну, такая, может быть, не квартальная скукота, но то, что в Советском Союзе было принято выносить на главные проспекты, да, как фасадные дома. Действительно, это же все-таки еще 90-е годы. 99-е построили, значит, что еще, возможно, еще в конце Советского Союза проектировали. Поэтому, да, еще это, вероятно, советский проект. Но в постсоветскую эпоху, вот эту вот советскую эпоху, ну, так, иногда делали, ну, по рукам могли надавать. А тут можно стало. Поэтому появляются эклектичные элементы. Башенки, конечно же. Это то, что я называю робким постмодернизмом. Смотрите, вот, Макдональдс, буква М, да, собственно, здесь хорошо видна. А на фоне это дом с ангелом. Он называется дом с ангелом. Официальное название. 2002-2007 год. Вот, архитектор тот же, Дроздов. Дроздов, кстати говоря, по поводу, если вам кажется, это жуткой пошлятиной, проектировал станцию метро Озерки. Вот так вот. То есть, такой модернизм. Там есть уже тоже намеки, арочки пошли, да, тоже немножко пошалил архитектор станции метро Озерки. Но тут полная шалость. Тут прям он дворцы какие-то, замки строит. Такое в советской эпохе нельзя было делать. Потому что это все излишествами считалось. Хрущев бы вообще за это сослал бы куда-нибудь. А при Брежневе, ну, там можно было уже, но не настолько, понимаете, да. Можно было нробко. А тут как будто бы архитектор, знаете, тут немножко пристегнул грудь, а тут как будто разрывает на себе рубашку. Но это совершенно, как мне кажется, потрясающий комплекс. Ангелы должны были вот там стоять, и вот там еще дальше есть дома. И там, кстати, когда с поклона Горской улицы едете, там этот дом во всем великолепии, если бы там еще ангел сверху, вообще было потрясающе. Но часто до скульптур не доходило. Делали дома, а скульптуру, представляете, монтируют скульптуру. Да, это надо какой-то вертолет, кран, как бы, ну, и достаточно. Мы и так потратились. Кстати говоря, потратились. Сравните с тем, как дома сейчас многие строят. Да, даже элитку сейчас, в принципе, это такой вот метамодернизм. Я недавно, может, кто-то был на моих экскурсиях по красному гвоздильщику, по башне отреставрированной, конструктивистской, рассказывал, что там рядом с этого групп строят. Элитное жилье. Дома на момент строительства, квартиры там от 29 миллионов рублей стоят. Но максимально плоские фасады, и дальше утеплитель и вентфасад будет. Да, чисто такая вот плоская архитектура. А тут, вы посмотрите, и форма они поигрались, и декором они поигрались, и какой-то Сааремский известняк привезли. Ну, в общем, тут прям и Ганза стайл. У меня недавно была экскурсия про Калининград. Вот, пожалуйста. Кстати, этот же Дроздов спроектировал похожий дом. Может быть, кто-то отсюда приехал с Коменданской. Вот там вот угол Богатырского и Торфяной дороги, Гаккелевской улицы, там плавный переход. Там очень похожий дом. Это он тоже спроектировал. Будете проезжать, обратите внимание. Все его рук дело. Вот это мне нравится. Здание, опять, стилистика та же самая, годы те же самые. Архитекторы другие, посмотрите. Да, ну тоже советские. Жилой комплекс Город Солнца. Город Солнца, да. Ничего не напоминает? Давайте сравним. Компанеллы. Город Солнца. Это тоже утопия, да. Город Солнца, по сути, такой коммунистический рай, социалистический, где все будут жить, там не иметь собственности. Вавилонская башня. Но, понимаете, это как бы не серьезные отсылки. Вот в чем разница, опять же, такая вот философская разница между модернизмом, в его чистом изливе, когда все рационально, утилитарно, и постмодернизмом. Модернизм, он старается все сделать максимально рационализировано. Постмодернисты, они понимают, не потому что они не хотят рационализации. Они понимают, что рационализация это во многом утопия, что единой рационализации для всех нету, к чему хотели прийти многие модернисты, особенно в 20-30-е годы. Поэтому они, вот понимая это, осознавая, они шалят, они играют со смыслами. И вот это название «Город Солнца» это скорее для жилого комплекса, это скорее игра со смыслами, конечно же. Давайте дальше идем. Помните дом с ангелом, но получился дом без ангела? А это дом с кошечкой получился. Позднее, уже в 16-м, да, по-моему, году, да, в 16-м, во дворе этого дома, там построили памятник блокадной кошке. Не очень понятно, почему именно в этом месте построили памятник балаканной кошке. Но у меня тогда вопрос, у меня во дворе стоит памятник Фаине Раневской. Она вообще никакого отношения к моему дому в 86-го года постройки не имела. Но просто потому, что некоторые выпускники Академии художеств, они решили в какой-то момент пристроить свои работы, как было, кстати, с памятником Фаины Раневской. Ну, когда выпускник, будущий выпускник Академии художеств делает свой диплом, он предполагает место, где его скульптура встанет. Вот он предположил, что она будет делать в центре, но не дали место в центре. И потом, через условно 12 лет, этот человек может, например, выбить место где-нибудь в спальном районе, где-нибудь в скверике. Я не знаю, была ли здесь эта история, но, возможно, что-то такое. Ну, если интересен памятник кошки, еще одной кошки Петербурга, сходите, или коту, сходите и посмотрите. Ну что, ни одна моя лекция, по-моему, не обходится без моего любимого апостола сына, апостола отца. Это архитектурная мастерская. Апостол отец умер уже давно, еще в начале нулевых, по-моему, в четвертом году, что ли. А апостол сын вовсю работает. Вообще, апостолы это советские архитекторы, но мы не знаем их советских построек, которые были бы без декора. То есть, это вот как раз-таки те самые робкие советские постмодернисты, апостолы. Апостол, вотчин апостолов, это озерки и просвещение. Именно в этом районе, особенно вдоль проспекта просвещения, и вот чуть-чуть здесь, они строили свои здания. Еще в центре есть, вот в Петербурге есть очень странные здания, которые пытаются быть похожими на исторические. Даже двор-курдонер у них есть, вот этот парадный двор, такой вот п-образный. Вот все дворы-курдонера в 90-е нулевые строил апостолы у нас, ну почти все. Здесь нет двора-курдонера, но что-то похожее на парадность тут присутствует. Сам дом, вот то, что я называю робкий декоративизм, треугольнички, мансардочки, изгибчики, изгибиционизм, да, тот самый, изгибчики, изгибчики, изгибчики. Дом строили, проектировали еще в 90-е годы, в середине 90-х. А вот это уже позднее стало, ну как грибки такие к нему прирастать. Смотрите, обратите внимание, как тут интересно, он рисует как это, историческую застройку города. Как в Калининграде сейчас делают. Тут были хрущевки, и на них, ну там профессиональные, правда, делают там полукруг, треугольничек. Кстати, первые опыты реновации хрущевок в Калининграде были именно такими. Признаны были неудачными, и потом их заменили вот на то, что сейчас вы видите в Калининграде вот это все ганза-стайл. Так, дальше плывем. Вот, типичный постмодернизм. Да, мы здесь немножко уже перечислением занимаемся, но давайте полюбуемся на лучшие дома. Игра не только с фасадом, да, с объемом фасада, но еще и высотность. Сейчас уже так не делают. Сейчас дома, посмотрите, что сейчас строят. Они в основном все очень простые по форме. Так сейчас модно, это значит, что плохо. Просто простые формы сейчас в моде. А тогда были в моде вот такое. Где-то башенка, где-то, это, кстати, по дардеко 30-х годов косят немножко. Где-то мансарды пошли ступеньками. Задробить фасад по полной, да, чтобы он был дробный, тон, свет, выступы. Но, согласитесь, прям любо-дорого посмотреть сейчас. Сейчас такую архитектуру уже и не строят, и, скорее всего, и не построят. И мне кажется, может, вам кажется, пошлятиной, да, но, как мне видится, мы должны эту архитектуру ценить, ну, можем ценить, даже если архитектурно она вам кажется совершенно безвкусной. Мы ее можем ценить за то, что она больше к нам никогда не вернется. То есть это как бы культурный феномен, который был, который прошел. Ну, в конце, кстати, когда по поводу прошел, еще поговорим. Я вас напугаю, может быть, не прошел. Митюрев, рядышком, да, вот это, смотрите, сейчас, я уже немножко, это, вот это был эклектичный цикл, да, то, что было похоже, архитекторы старались сделать, похожим на эклектику. То, что, кстати, было очень популярно именно в 90-е, а в нулевые, в сытые нулевые, становится популярно опять, кто? Майкл Грейвс, с его пастозными огромными формами. Вот он, Майкл Грейвс, цилиндр, помоугольники, стекло, какие-то выступы, стаканы, в конце концов, стаканизм, Валентина Матвиенко, как раз такой термин появился в четвертом году относительно к архитектуре. Ну, кто знает, да, стаканизм, Валентина Матвиенко напрямую связаны. Что это было? Это мастерская Юрия Митюрева. Кто такой Юрий Митюрев? Тогда он был, ну, одним из архитекторов, кстати говоря, в том числе тоже советским, из советской эпохи. Но потом он стал с восьмого года по тринадцатый, он был главным архитектором Петербурга. И это, кстати говоря, как раз тот период, когда одобрили Лахту-центр в Лахте, и когда были вот эти тяжбы по поводу Охта-центра. С шестого, да, вот весь этот период, в десятом году, тогда, помнится, Медведев окончательный крест поставил на Охте, что не будет на Охте этого центра. Его перенесут в Лахту к двенадцатому году при Митюреве. Митюрев вообще очень любил небоскребы. Если посмотреть на его работы, еще до того, как он стал главным архитектором, это сплошные башни, причем цилиндрические, как правило. Может быть, кто бывал на Приморской, там вот выходите, там есть тоже такая цилиндрическая башня. Конечно же, это Митюрев, это его стилистика. Митюрев вообще у нас любитель небоскребов. Вот это важно знать про Митюрева, про роль личности в истории архитектуры Петербурга. Что это за комплекс? Называется он живой родник. Родник, собственно, вот это. Он сейчас, как я понимаю, он вообще доступен для людей, для простых или только для жильцов этого комплекса? Доступен, да? Раньше на его месте был пруд, такой немножко неухоженный, а рядом с этим прудом был велотрек. То есть такой вот, многие, кто ходил на велотрек, построенный в 50-е годы, такой известный в Петербурге велотрек. Тот это место помнит, как велотрек у пруда небольшого. То есть это как-то все было связано. Пруд оставили, но жилой комплекс, он, конечно, начал эпоху вот того самого Озерковского Манхэттена. Да, Озерки-Сити, как я это прозвал. Попытка превратить Озерки в... Ну, Озерки, действительно, Сити, как в Москве. Вообще вот эта эпоха, нулевые, десятые, это была попытка везде делать Сити свои. В Москве сделали, значит, и у нас будет. У нас то хотели Сити сделать, помните, у гостиницы Санкт-Петербург, дом ЖК Аврора, со шпилем вот эта стекляшка огромная, ЖК Монблан, который прямо за гостиницей Ленинград в Санкт-Петербург стоит. Но там не дали, там быстро приняли закон, который ограничивал высотность в том месте. Кстати, в Советском Союзе не было ограничений высотности. И, кстати, на месте гостиницы Санкт-Петербург думали гораздо более высокую гостиницу делать. А здесь пытались формировать какой-то новый центр городской, еще в советскую эпоху. Вот, например, построили дом культуры Светланы, передовой для своего времени. Но, видите ли, денег не хватило его достроить. В 85-й год строительство было законсервировано. Там полулегально проводились всякие показы. Местные вспоминают, что там были показы фильмов, однажды в Америке, еще чего-то. Там какие-то сектанты арендовали помещение. Пока это здание к 2007 году не снесли под предлогом того, что это здание, видите ли, плохо вписывается в это. Если честно, я не понимаю. Взяли свой любимый вент-фасад, закрылись синими панелями. Было бы то же самое. Ну, почти. Это, кстати, здание делали в виде диода, которые выпускались на Светлане. Тогда любили здание делать в виде чего-то. Кстати, вот на Ваське есть здание в виде сталипрокатной ленты. Это вот такое сталипрокатное училище с 78-го года. Конечно, жалко, что снесли. Я вообще выступаю за то, что, как Маргарита до меня говорила, однажды построено должно быть сохранено. Да, вы можете снести старую архитектуру, но если на ее месте выросла советская или какая-нибудь другая, то это уже памятник своей эпохи. Этот памятник надо сохранять. Мы же сохраняем памятники. А так выглядел велотрек. Его в 2007 году тоже снесли. И, кстати, на его месте так ничего не построили. Это тоже такой печальный момент. Там хотели сделать, ну как хотели, вроде бы должны были сделать спортивный центр. Но в итоге там строительный трест, строительная компания, которая взялась тут все застраивать, она стала возводить огромный фундамент для нового жилого комплекса. Местные жители возмутились. Возможно, кто-то из вас. И это место до сих пор заброшено. Потому что жилой комплекс им там не разрешили строить. А, видимо, спортивный комплекс на вот этом фундаменте никто не знает, что делать. Поэтому он зарастает. Ни велотрека, ни спортивного комплекса нет, к сожалению. У кого-нибудь живет в этом жилом комплексе? Нет? Не покупал квартиры? Это в свое время. Вот он попал на время, когда... Что у нас было? Был сложный период. Денег не хватало. Был мировой экономический кризис. И этот дом, строительство этого дома на углу с Луначарским и Энгельса попало прямо на этот этап. Многие жители очень долго ждали свои дома. Даже шли к юристам. И даже могли отсудить свои деньги, вложенные в этот дом. Но в итоге мы видим вот это. Понимаете, дом начали проектировать довольно давно. А к 10-м годам это, как я вначале говорил, уже было не модно. Когда его построили, вот в чем проблема архитектуры? Надо опережать свое время, когда вы проектируете что-то. В 11-м году так уже было не принято строить. Вот какие-то башенки, какие-то изгибы, вот это все. Вот это что вообще? Да, это что-то из начала нулевых. Но, возможно, это интересно, да, что вот какие-то такие вот, такие, не знаю, что ли, вспышки. Вспышки того времени прилетают там, кстати, некоторые до сих пор. Потому что что-то с того времени даже сейчас достраивают. Уже близимся к концу, скоро будет конец, не переживайте. Это надо, как это, у меня знакомый, с которым мы говорим про Копром. Он, когда много Копрома показывает одновременно таких зданий, он потом там пейзаж какой-нибудь умиротворяющий такой вот, закат. Я так не делаю. Я садист, да. Вот, смотрите, как это красиво смотрится сверху. Потрясающе же, да. Знаете, вот это первая линия застройки 90-е годы, вот то, что ближе к Выборгскому шоссе. А это выше, да. Кстати говоря, особенность архитектуры все выше и выше и выше становится. У нас раньше 25 можно было, потом 33. Сейчас скоро, я думаю, уже еще выше можно будет строить. Потрясающе. А этот дом, вот видите, мы близимся к концу. Этот дом, он уже о другом. Этот дом, он как раз-таки играет в новую эпоху. Хотя он был построен в 2005 году, в 2003, можно сказать, что он опередил свое время по стилистике. Вот сейчас скорее так строят. Попроще, понимаете, да, более геометрично. Вот эти все башенки, это сейчас не нужно. Простота присутствует. Метамодернизм, неомодернизм. Мы опять возвращаемся, вот можно сказать, к советским таким стандартным архитектурным. Ну, не стандартным, а эстетике что ли такой, упрощенной. Этот дом, он должен был входить в комплекс домов, которые, опять же, формировали бы новый сити. Были планы превратить весь этот квартал Поклонной горы в новый сити города. То есть не в самом центре у гостиницы Петербург-Ленинград, не у Лахты центр, а тут у вас в озерках. Поэтому вот здесь, собственно, вот этот живой родник, огромный живой комплекс, который Метерев проектировал. Вот здесь этот дом без ангела, дом с ангелом, вот с башенки его. Тут вот этот огромный дом арка, почти де фанс, да, наш местный. Вот живой комплекс, вот озерки, кто не узнал. И тут огромная башня Ингре Тауэр. Да, Ингре сейчас даже не знаю, это не экстремизм, так говорить. Ну, вот, в общем, такое название планировалось. Архитектурная мастерская Цицына, тоже такой интересный персонаж, Цицын. Можете погуглить, у него очень много забавных проектов. 2012-2015 год планировал строить, но, как видите, не построили. На этом месте сейчас что-то несуразное, да, там что-то полузаброшенная стройка, какой-то, по-моему, автосервис или кружки какие-то спортивные. Я сейчас не помню, что там. Небоскреб так себе, согласитесь. То есть, это не лахта-центр, конечно, с его, там, кукурузной эстетикой. Тут все более брутально. Но, вообще, вот этот прецедент интересен, как мне кажется. Что даже на озерках пытались сделать новый небоскребный район. Вот были мечты тогда, да. А потом поняли, что это невыгодно, что в Америке там одни условия строить небоскребы, в Гонконге другие условия, места не хватает. А у нас места достаточно. И эти небоскребы просто будут не заняты. Это скорее, понимаете, вот это и есть романтизм, да, романтизм равно романтика. Когда нет никакой рационализации в этом. Есть просто мечта, как в Америке, как там, не знаю, Дефанс, в Париже уже сделали, и мы хотим тоже. Кстати, Газпром сейчас тоже, по-моему, размечтался немножко со своими вот этими рогами единорогов, которые они хотят строить везде и всюду. Так, возвращаемся назад. Да, вот эта часть вот этого Дефанса нашего питерского. Немножко неприличного, дети, уйдите. Все отсюда, 18 плюс начинается лекция. Этот дом, у меня тут живут просто родственники мои близкие. Они все время возмущаются, когда их дом называют домом член, можно говорить? Ну, в общем, вы поняли, да, вот. Вот, это там биологические даже подробности. Один пониже, другой повыше располагается. Но они все время что говорят? Что у нас как бы нет этого единого, да, у нас тут вот выбоины перед окнами, да, поэтому как бы дом дробится и уже не так похож. Но на самом деле сверху действительно он похож сильно, назван почему-то Сергею Есенину. Там еще и памятник стоит Сергею Есенину, ну, потому что на улице Есенина. Да, это все равно, что вот как у меня во дворе Фаина Раневская стоит, да. Так, видимо, и здесь Сергей Есенин. Ну, здесь кто-то даже нарисовал. Тут, кстати, тоже нарисовали, но я это уж не стал включать. В общем, да, немного, так, все, дальше идем. Ну и что? Мы в нашу эпоху погружаемся, да. Вот я сказал, что вроде бы как вот как Капроми уже не будут строить. Наша эпоха характеризуется скорее вот такими зданиями. Они строгие, они какие-то высоченные, тут уже не играют фасадом, как в эпоху Капрома. Уже не пытаются делать пародию на Манхэттен. Вот это, кстати, так и называется, 2004 год, петербургский небоскреб, название у этого жилого комплекса. Да, какие-то выразительные элементы декоративные. Нет, здесь вот такая строгая классика, но, как кто-то метко назвал эту эпоху, был Капром, капиталистический романтизм, а стал Капут, капиталистический утилитаризм. Да, здесь вроде бы и есть намеки на декоративность, я бы сказал, ностальянс. Но по максимуму выжать каждого метра квадратного. Оп, а на этом моя камера разрядилась. Но на самом деле я уже почти все рассказал. Осталось только про жилой комплекс Ленинград упомянуть, что на его сайте написали, что он отсылает к архитектуре сталинского ампира. Довольно откровенное признание. Ну и еще я вам недорассказал про частную застройку озерков. Это очень важная часть озерков. Но на самом деле в лекции я буквально раскидал ее по разным стилистикам. Сказал, что вот в этой частной застройке можно прочувствовать вообще все тенденции Капрома. От какого-то необарокко и неоренессанса, вот эти эклектичные отсылки, к аж даже неоконструктивизму, более четкому и ясному. Вот такая вот эклектика нашего времени. Ну и давайте, наверное, я не буду подробности рассказывать, благо что я мало их знаю, это частное все-таки строительство. А просто под красивую музыку вы погрузитесь в этот прекрасный букет разнообразия Капромных стилистик, начиная с 1980-х, заканчивая уже почти нашим временем. Приятного просмотра и прослушивания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok